Здравствуйте, дорогие зрители канала Процветок. Меня зовут Маслак Диана Векторовна. По роду соединительности я довольно много времени занимаюсь вопросами, связанными с разработкой биологических препаратов. В частности, с препаратами на основе бактерий Bacillus, Bacillus subtilis, бактерий Pseudomonas. И в связи с этим мне хотелось бы поговорить на такую очень важную тему, которая часто возникает на каких-то форумах, сайтах, посвященных именно вопросам использования биологических препаратов для земледелия. Это вопрос, а почему не действуют биологические препараты? Действительно, человек, особенно непрофессионал, любитель, который на своем дачном, например, участке хочет вырастить экологически чистую продукцию, собирает информацию, как это сделать, ищет какие-то препараты, находит их, применяет, очень много сил тратит на то, чтобы вырастить рассаду, высадить, подсветить, и в конечном итоге не получает того результата, на который надеялся. Это действительно очень обидно. И возникает ощущение, что, может быть, реклама недоброкачественная, может, эти препараты не стоят того, о чем так много про них говорят. И на самом деле, да, производство биологического препарата – это сложный процесс, требующий хорошо оснащенных производств. Хранение препарата требует, биологического препарата на основе живых бактерий требует определенных условий. И на этой вот цепочке возможно, что возникают какие-то ситуации, связанные с производителями препарата или с посредниками, которые влияют на качество препарата. Но на самом деле сейчас такое тесное информационное пространство, что случаи плохих партий препарата, они сразу становятся, по-моему, известными. И я считаю, что это правильно. Это очень сильно мобилизует и тех, кто занимается производством препарата, и тех, кто его продает для того, чтобы на рынок и до потребителя доходили только качественные партии препарата. А сегодня хотелось бы поговорить о том, что же может быть, почему не подействовал препарат, который изначально является хорошим. Что могло пойти не так? Тут может быть несколько факторов. Во-первых, препарат действительно не сработал. Самая очевидная ситуация, если его в какой-то момент смешали с ядохимикатами, то есть или вы решили провести обработку совместно с какими-то ядохимикатами и смешали препарат, живые клетки с химическими веществами, либо же у вас опрыскиватель оказался не промыт от прошлого применения химических средств защиты растений, например. Или же вы предварительно провели обработку ядохимикатами, а потом провели обработку препаратом. При контакте вот этих химических ядовитых веществ с живыми бактериальными клетками вполне возможно, что клетки просто погибли. Второй момент. Иногда бывает вода, в которой рекомендована водопроводная вода, которая рекомендована разводить биологические препараты, она может быть очень сильно хлорирована. Выше, чем по нормам, которые положено хлорировать воду в водопроводных кранах. Высокая концентрация хлора, она тоже может губительно действовать на живые бактериальные клетки. Это реже бывает на дачных участках, но такая ситуация тоже возможна. Еще один момент. Обработка биологическим препаратом была проведена в солнечный день. Дело в том, что ультрафиолетовые лучи, на самом деле, они губительно действуют на живые клетки, на живые бактериальные клетки. Часто в инструкции по применению биологических препаратов это не упоминается, потому что опрыскивание растений, в принципе, не рекомендуется проводить в солнечные дни. Капли воды, попавшие на лист растения, становятся своеобразной лупой, и солнечные лучи могут обжигать листья, повреждать листья. Поэтому отдельным пунктом часто не вносится именно запрет на обработку биологическими препаратами в солнечные дни. А это дополнительный фактор, который может снизить эффективность препарата. То, что клетки погибли просто под действием ультрафиолета. Еще один момент, который может снизить эффективность биологического препарата, вы неверно выбрали прилипатель. То есть не всегда производители указывают, какие именно прилипатели надо использовать с их препаратами. Например, для своих препаратов мы, в принципе, говорим, что их надо разводить водой. И если человек самостоятельно начинает выбирать прилипатель, вполне возможно, что прилипатель может вызывать гибель живых клеток, снижая эффективность препарата. То есть с прилипателями надо быть очень осторожным. Следующий момент, на котором бы хотелось остановиться. Вполне возможно, что биологический препарат подействовал. Просто вы не видите эффекта от его применения. В каких случаях это может быть? Возможно, вы неправильно оценили проблему, с которой вы пытаетесь справиться при помощи биологического препарата. Например, некоторые состояния растений, связанные с дефицитом минеральных веществ, вполне можно воспринять за болезнь растения. И если вы попытаетесь, например, справиться с непрепаратом для защиты растений от инфекций, никакой помощи, никакого положительного эффекта вы не получите. Следующий момент. Дело в том, что когда мы пишем инструкцию по применению препаратов, чаще всего пишется, что препарат надо применять при первых признаках заболевания и потом с интервалом, например, в две недели. Для специалиста заметить первые признаки какого-то заболевания легко. Если человек не специалист-любитель, тем более если он видит свои растения раз в неделю, приезжая на выходные, для него заметить вот тот эффект, тот момент, когда началась инфекция и применить биологический препарат бывает очень сложно. Возможно, начало применения биологического препарата просто запоздало. И препарат подействовал. Он спас растения. Без его применения, возможно, растения вообще бы погибли. Но вы видите только вот такой вот половинчатый эффект от применения биологических препаратов. Ну и еще есть один момент. Дело в том, что любой биологический препарат, особенно те, которые прошли регистрацию, прошли испытания, например, в Институте защиты растений, их применение рекомендовано на определенных культурах от определенных заболеваний. Основываясь на как бы универсальном действии вот этих вот факторов, которые обеспечивают действие препарата, их часто рекомендуют на большом количестве культур, от многих проблем. Но вполне возможно, ну когда человек начинает применять препарат не так, как рекомендовано Институтом защиты растений, он становится своего рода экспериментатором. И вполне возможно, у вас как раз таки подобралась вот такая комбинация растения, возбудитель заболевания препарат, которая в данном случае не сработала. Это негативный опыт, но это опыт. Я надеюсь, что как бы таких вот, такого негативного опыта по применению препаратов, когда вам хочется сказать, что биологический препарат не подействовал, у вас будет как можно меньше. И что мои советы каким-то образом помогут вам в вашей работе с биологическими препаратами. Спасибо большое за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин